Всем привет! В этом видеоуроке мы будем с вами изучать PHP. Сейчас вкратце расскажу, что такое PHP. Если забить в поисковике, мы видим, что это скрипт опыт чего назначения. На самом деле, в принципе, здесь правильно. PHP используется вкратце на серверной части большинства сайтов мире и процентов 80 всех сайтов бэкэнда. Сделано на PHP серверной части написано. Он изначально разрабатывался как серверный язык. Так его, в общем-то, используют в основном. Конечно, на нем можно делать и какие-то настольные приложения с использованием дополнительных модулей. Сейчас расскажу вообще, как установить PHP. Сначала можем использовать два очень распространенных способа для установки на Windows. Я вот использую в основном XAMP. Больше всего устанавливаю. Можно еще использовать OpenServer. Вообще серверная часть это, грубо говоря, такая же программа, как и все остальные, которая просто на определенном порту принимает ваши запросы, которые вы отправили в какие-то команды. Если находит по вашим заданным условиям какие-то файлики, которые вы обращаетесь, либо действия, ну и делает вам, грубо говоря, ответ на ваши запросы. Вот и все, грубо говоря, как ответчик она работает. Вот просто заходим на страницу XAMP, нажимаем скачать. У меня вот Windows, поэтому я нажимаю скачать и все, в общем-то, скачивается на XAMP. Дальше после того, как скачался XAMP, XAMP, это, грубо говоря, специальный сервер на PHP с несколькими встроенными программами. Можете использовать OpenServer, тоже хорошие, как бы, программы для установки PHP на Windows. Вот у меня XAMP открывается, я нажимаю далее. Вот, видите, у меня тут подсвечивается, это список программ, которые будут установлены. Тут PHPMyAdmin, это для баз данных MySQL, тут PHP первого обработчика, а вот MySQL сама, файл Zil, это, грубо говоря, файловый сервер и так далее. Указываем путь установки. Вот у меня, видите, c English. Я не хочу просматривать информацию. Вот сейчас у меня установится PHP. Он вообще у меня установлен уже XAMP. Просто я хотел рассказать, вот здесь в пути, показать весь путь установки. После того, как установится XAMP у вас, далее необходимо найти папочку с установкой. У меня, в общем, установлен другой диск. Я на диск D себе устанавливаю XAMP. Потом заходим в папку XAMP, в PHP папочку. Копируем путь вот таким образом. Ctrl C. Скопировали путь. Вот это. И добавляем его в системные переменные для того, чтобы у нас был в консоли доступен PHP. находим системные переменные, видим системные переменные, либо переменные пользователя вашего. Потом находим переменную патч и добавляем. Вот я уже это сделал ранее. Вот эти вот часто добавляем просто патч. Путь. Ой, блин. Путь. Потом, просто добавили, заходим в CND, нашу консольку, и пишем PHP V. Если все у вас сделано правильно, то у вас выявится просто версия скрипта. Потом можно посмотреть, к примеру, INI. Все правильно у меня находится. Версия. Все верно у меня. Теперь, когда у нас PHP установлен, мы можем, соответственно, запускать... Я вот это могу отменить. Не нужен вообще XAMP на C. Еще один. Это ладно. После того, как мы установили, мы можем уже запускать какие-то PHP файлы. Все PHP файлы, они будут у нас с расширением .php. Я уже открыл ранее файлик PHP в PHP Storm. Вы можете либо скачать такой же редактор, IDE-шку PHP Storm, самостоятельно вот так вбив PHP Storm. Но он, правда, бесплатный, всего лишь на 30 дней. Либо использовать Visual Studio Code, либо Sublime Text. Конечно, для профессиональной разработки лучше всего PHP Storm, если на PHP делать. Вот Visual Studio Code установить, скачать его. У меня и то, и то установлено. Но PHP-разработкой я в основном занимаюсь через PHP Storm. Я просто файлик создал. Файлик необходимо создать с расширением .php. Это будет означать то, что это PHP-шный файлик. Вот. Затем мы открываем этот файлик. Ну, вы можете в своем редакторе. Вот. Открыли. Все. Отлично. Дальше, к примеру, я хочу... Вот у меня есть терминал. Смотрите, вот нажимаю терминал, да. У меня терминал здесь неправильно открыт. Что-то у меня не соответствует текущей директории. Наверное, не как проект открыл. Для того, чтобы... Сейчас вот... Все. Я открыл вот терминал в текущей директории, где я файлик PHP. Я, к примеру, вот так нажимаю PHP и указываю имя файла. Это будет говорить о том, чтобы я нашей PHP-программе как бы скармливаю, даю файл на обработку. Он мне ничего не возвращает, потому что ничего нет. Сейчас я вот для теста напишу hello world. И еще раз вот введу. Все, видите, hello world. У меня все правильно работает, выполнилось. Если у вас какая-то ошибочка, ну, погуглите там, что это не так. Итак, я написал примерную тему урока сегодняшнего. Это установка. Установка, я надеюсь, у вас завершилась успешно, как и у меня. Ну, я вот ранее устанавливаю. Там, в принципе, не должно быть никаких проблем с настройкой, с установкой. Все очень просто. Делается буквально за 10-15 минут. Дальше мы сейчас разберем переменные и массивы. Итак, переменные в PHP объявляются очень просто. Все они должны называться со знака доллар. Видите, у меня подсвечивается. Это cookie, env, fires, get, post, request, server, session. Это уже встроенные в PHP. Так, вот это мне раздражает. Так, так не пишу. То, что меня не раздражает. Так, вот так будет покрасивше. Это встроенные вот эти вот переменные. Это встроенные глобальные переменные в PHP. К примеру, я могу взять это get, post. Об этом я попозже расскажу. Это, грубо говоря, нужны переменные для обработки запросов в PHP. Итак, все переменные в PHP называются знака доллара. Могут начинаться с нижнего подчеркивания. С цифры не могут после доллара называться. Но после указания латинских букв могут также и с цифры быть. К примеру, вот таким образом я назову вот эту вот переменную. Написал. Сейчас я ее выведу. Для этого используем echo. echo у нас выводит как бы на поток вывода дает. В консоль либо в браузер выводит. Просто вывод делает. Итак, к примеру, еще раз это удалю нафиг. Дальше. Переменные. Переменные я, в общем-то, рассказал. К примеру, var у нас будет var. Так, так, так. var. К примеру, будет равняться у нас Дима. Пусть будет. Без разницы. Это будет у нас строка. Соответственно, чтобы... Это будет строковый тип. Number у нас будет 10. Это будет у нас целочисленный тип. У нас есть несколько видов типов данных. Это вот строка. Стрер пусть будет все-таки. Number целочисленный тип. У нас может быть float. Так, float. Так, float. Это будет число с плавающей точкой. И у нас может быть массив. R. Это список значений в скобочках. У нас... Также у нас может быть объект. Так, object. Это у нас будет... Я кругом просто создам сейчас массив. И приведу его как бы в тип объекта. К примеру. Сергей. Page. Что здесь происходит? Здесь я просто создал массив и привел к типу объекта. Соответственно, чтобы превращать PHP из одного типа в другой тип. Какие-то данные. Можно использовать набор специальных функций. Вот таких вот. Которые пишутся в скобочках перед переменной. Это будет у нас список. Сейчас я напишу. Это будет, к примеру, int. Вот так. int. К примеру, string. Также array. Может быть, float. Object. Вот такой набор данных. Теперь захочу, к примеру, все вывести. Я пишу echo для вот этой переменной. И оператор перевода строки. Это перевод строки просто. Дальше я пишу number. Потом я пишу, к примеру, float. Дальше массив. Чтобы вывести массив, оператор echo не подойдет. Только pointer либо vardam. И для объекта то же самое. К примеру, дальше если я захочу все это, чтобы мы рассматривали через браузер. Либо у вас есть установлен сервер. Вы можете через сервер это делать. Но я просто, чтобы для скорости, чтобы быстрее показать вам, покажу встроенный сервер PHP. Для теста подходит. Он только для теста подходит. Localhost 7.7.6.7.6.7.6. Вот. Это запускаем мы встроенный в PHP сервер. Соответственно, дальше мы переходим в браузер. Вбиваем строку. То есть в поисковик просто вот так. И переходим. Он у нас автоматически подтянул index.php. Если бы мы назвали другим образом файлик, он бы его не показал. И вот мы видим, что вывели все. Но здесь он не переводит эту строку. Он только переводить будет, если мы... Сейчас я открою еще раз. Так, так. Он только строку будет переводить, если мы это будем в консоли вызывать. К примеру, index. Таким образом. Тогда он переводит. Для того, чтобы он в браузере переводил, нужно использовать просто тег специальный. К примеру, я напишу br. Вот таким образом. br будет. Это тег перевода строки в браузере. Я напишу его таким образом. И просто все перезапущу. Все у нас, видите, на новую строку перешло у нас таким образом. Также строки можно делать трех видов. К примеру, мы можем записать таким образом в одной кавычке. А можем записать строку str2 в двойных кавычках. В чем будет разница? Если мы записываем в одной строчке, то PHP сразу выплевывает эту строку в таком виде, в каком и было. Если я запишу в двойных строках, то PHP сначала будет искать, просматривать название переменных, переданных в строку из области. Если у нас есть заданные переменные, он сначала посмотрит, не существует ли строки, которые мы написали, в переменных, которые мы задали. Вот, к примеру, он смотрит, есть $ST, он сначала подставит эту переменную строку, а потом только выполнит. Поэтому для скорости предпочтение использовать, если никаких переменных не передаете, с одной кавычкой строку. Также можно использовать строку с тремя, вот с такими, с обратными кавычками, как в JavaScript. Но это будет неправильно, потому что, если вы так сделаете, в JavaScript это как подстановка строки будет, там можно поставить переменную строку, то в PHP это будет выполнение консольной команды. Просто мы можем, к примеру, написать hello world. Давайте посмотрим, что у нас получится. Так, вот я запустил скрипт. Так, 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 вот у нас вывелся массив. Так, это у нас brbrbr, brbr-sergey. Так, ну здесь у меня что-то не выполнилось. Вообще, это выполнение должно быть... Так, так, так... Hello world... Не, ну вообще, он как бы должен исполнять консольную команду. Не знаю, почему тут сейчас не работает. Может, я просто давно не пользовался. Вообще, чтобы выполнить консольную команду, в PHP используются две функции. Excel и команд. К примеру, команд. Мы зададим ей эхо... А, точно! Я неправильно писал hello world. Я понял, да. Hello world. Потому что он... Таким образом, наверное, нужно в кавычке обернуть такую строку. Мы можем использовать Excel, чтобы выполнить... Ну, что-то он этот не хочет работать. Ладно. Либо мы Excel исполняем... Так, вообще, в командной строке вроде... Так, вообще работает hello... Странно, ладно. Либо System команду. К примеру... А, я вот таким образом выведу. Я сделаю команду, которая перенаправит поток test.txt. Вот таким образом я выполню команду. И посмотрим, создастся ли у нас файлик. Dir. У нас создался файлик. Я сейчас перейду к нашей... Так, так. Вот у нас создался файлик. Hello world. Соответственно, если я... Вот то же самое напишу... Таким образом. Смотрите, вот просто... Передам вот это вот... Hello world в кавычки. Stair 3. Hello world. И перенаправлю... Так... Test2.txt. И выполню это все. Так... Все, я выполняю. Вот у нас создался... Видите, файлик. Hello world. Просто что-то вот тут с выводом не то. Но это ладно. Соответственно, видите, вот эта команда у нас выполнилась. Создался файлик test.txt. Здесь что-то он это подглючивает. Ну ладно. Таким образом... Exic... Обратные кавычки. И System это консольные команды. У нас будет... Так... Дальше. Сейчас мы с вами посмотрим, как объединять строки. Для того, чтобы объединить строки, к примеру, я хочу вот эту строку объединить со строкой Димы еще раз. К примеру... Нет, к примеру, вот эту строку хочу объединить потом со строкой 2. Для этого я использую сокращенную запись .str2, к примеру, вот таким образом. Либо могу сделать вот таким образом. Склеить ее через точку. Короче, оператор . это конкатенация склеивания строк у нас будет. Сейчас посмотрим, что получилось. Видите, вот такая штука у нас получилась. Просто строки объединились. Вот эту я уберу, чтобы не так длинно было. Вот такая штука у нас получилась. У нас это склеилось сюда. Во-первых, оно сначала подставилось в эту строку в переменную, а потом склеилось. Дальше я хочу вам рассказать про циклы быстренько. Чтобы сделать у нас цикл вывести. К примеру, вот у нас есть массив. Вот этот вот. Для того, чтобы ее перебрать, можно воспользоваться фречем. Очень легко. Просто перейдем туда массив. И у нас получается ключ значения. Дальше мы, к примеру, пишем printr. Чтобы любой тип выводить. Нажимаем. Все. Окей. И вот у нас вывелся список. Чтобы, к примеру, здесь у нас перевод строки был. Я напишу br и все. И вот у нас вывелся список элементов. Дальше. Это вот то, что касается вывода. Можно абсолютно любые массивы так выводить. Также есть for in. То есть for цикл. Ну, сейчас я вот так, смотрите. For. For еще могу вывести. Для этого я использую for. Потом я, к примеру, создам итератор. i равен нулю. i меньше. К примеру, count array r. Но это подойдет только, в основном, подходит хорошо для массивов, которые без ключей. Не ассоциативных массивов, а вот таких. Нумерных массивов, так сказать. Здесь я буду вводить i. И все. Отлично. Вот у нас отлично вывелся весь списочек еще раз. Таким образом. Так же мы можем, например, вот наш объект тоже мы можем пробежаться по нему. Таким образом сейчас вот объект будем вводить. Видите, я вывел так. Вот у нас Сергей вывелся и 33. Это у нас, вот мы по объекту пробежались. Соответственно, объект, грубо говоря, мы тоже можем вводить. Это экземпляр класса. Так же можем пробегаться по нему. Так, теперь хочу показать вам условия. Условия тоже все очень просто. If switch у нас есть, как бы, к примеру, если у нас, вот number, сколько у нас? Number равен 10. Если number больше 50, мы делаем что-то. Иначе мы делаем что-то другое. Здесь все как стандартно. Number. Это у нас выполняется, если условие true. Соответственно, здесь может быть вот такое условие. Может быть вот такое, к примеру, условие. Тут выполняем, к примеру, true. True. False. К примеру, так пишем. Так же у нас есть еще тип забыл boolean. Пусть будет boolean равен true. Либо может быть false равен. Вот таким образом. К примеру, пусть будет true у нас. И все. Мы, к примеру, печатаем. У нас true. Какое у нас слово? У нас number меньше 50. Соответственно, да, он у нас равен 10. У нас меньше. Все верно. Дальше у нас, к примеру, так, цикл я показал. Математические операции. Для того, чтобы математические операции провести, к примеру, следующим образом мы будем делать. Математические операции. Вот у нас есть number. Он равен 10. Еще раз. Нет. Мы, к примеру, хотим его склеить. То есть, взять и прибавить к нему что-то. Будем прибавлять, к примеру, к нему 30. Прибавляем 30. Соответственно, мы можем записать таким образом. А можем записать вот таким образом. Чтобы эта более сокращенная запись также надействует, к примеру, и на деление. К примеру, мы можем, вот, поделили на 3, грубо говоря. Мы взяли и разделили number на 3. Дальше мы, к примеру, остаток отделения получили, к примеру, 5. Потом мы взяли number и что-то еще, к примеру, сделали. К примеру, минус 2. И взяли потом number еще. Умножили в степень number. Вот таким образом. И попробуем вывести. Что же у нас получилось в конце? Самому интересно. Я просто от балды все вбивал. Бр. А получилось у нас 1. К примеру, мы вот не будем тут что-то делать. К примеру, не будем отнимать 2. Посмотрим, что у нас получилось. А теперь получилось 9 у нас. Вот таким образом. Так, для красоты. Вот так. Дальше, что я хочу провести. То, что для математических красок также есть куча у нас функций. Уже готовых, к примеру, sqrt. Также есть, ну, это там синус, косинус. Можно выводить, к примеру, sin. Там косинус. Это все в нас строим. Это очень все легко применяется. Математические операции. Дальше, к примеру, мы хотим, чтобы у нас 2 файлика работали как 1 файлик. К примеру, мы хотим к этому файлику добавить dobscape. К примеру, я создам файл. Я пишу func. И func, да, вот так. func.php создал файлик. И мы хотим рассмотреть какие-то функции. Вот функции я хочу сделать. Для этого я пишу ключевое слово function. К примеру, функция будет hello world. Больше ничего она не будет делать. Она будет печатать нам hello world. Hello world. Пусть будет таким образом. Я хочу ее здесь использовать, к примеру. Вот хочу здесь вызвать ее hello world. Этой функции у меня нет. Я не могу ее использовать, хотя функцию я объявил. Функция это грубо говоря замкнутые куски кода, которые прям можно вызывать дальше и с ними что-то делать. Чтобы подключить функцию, я просто пишу здесь такую функцию вызываю include. И пишу название файла. Он у меня подсветился. Все. Что здесь происходит? Include она как бы вызывает файлик, подтягивает файлик по названию, по полному пути. Так как у меня этот файлик лежит в той же самой директории, то у меня он будет вызываться корректно. Просто я не знаю, у меня печки штурм подглючивает. Он, видите, не обновляет что-то ничего. Какую-то включенную. Ну, так себе, да. Что-то мне не нравится. Обнаглел. Файлик будет подтягиваться и выполнять скрипты, написанные в этой программе. Таким образом у меня скрипт не сломается, а выполнится функция hello world. Видите? И выглядит у меня hello world. Все отлично выполнилось. Хотя здесь у меня до сих пор почему-то не обновилось ничего. Не знаю. Соответственно, если мы в этом скрипте напишем hello, к примеру, какую-то фигню, козябру, и потом ее подключаем к этому скрипту, у нас, видите, все выполняется сразу же. Вот таким образом все это работает. Вот этот я удалю, мусор этот. Подключать можно разными способами. Можно подключить include, можно include once. Разница будет в том, что include подключит файл, допустим, вот таким образом, если мы сделаем. Он его два раза подключит, и у нас выпадет ошибочка сейчас. То есть, я вот это вот так вот подключил два раза файлик, и у нас выпадет ошибочка. Ошибочка связана с тем, что у нас hello world два раза объявлена функция. К примеру, чтобы такого не было, мы можем использовать include once. Вот таким образом. Соответственно, вот эта директива, она как бы проверяет, если мы уже ранее подключали файлик, то она не будет подключать его. Если не подключали, подключить. Спасает она как бы от дублирования. Причем include, если файлик не будет найден, ошибки не будет. К примеру, ну здесь у нас выпадет ошибочка. То, что он просто не может подключить. Функции не существует. Если таким образом. То, что у нас не существует, такой файлик не существует. Вот такая у нас ошибка. Видите? Ошибка открытия. Ошибка открытия. То, что не существует, просто такого файлика. При этом функция выполняется, потому что у нас вот здесь подключена функция. Чтобы, допустим, если у вас какие-то неважные скрипты, то можете подключать include. Хотя в проекте, я думаю, там все скрипты, в принципе, важные. Если вы хотите сделать, чтобы был более строгий режим, используйте require. Это функция, которая сразу же завершит скрипт, и сразу же завершит выполнение скрипта, если не будет найдено. К примеру, я подключаю вот include once этот файл. А здесь я пишу require и func2. У меня функция не существует. И у меня скрипт сразу же завершается. HelloWorld печататься не будет. Поэтому, к примеру, require once. Он тоже самый, как код once. Просто один раз будет подключать нам скрипт. К примеру, я сейчас хочу require once использовать, потому что у меня HelloWorld обязательная функция. И файл у меня существует. Все выполняется отлично. А если у нас кто-то вдруг удалит наш файлик, который мы подключили, то у нас скрипт завершится с ошибкой просто. И все. И дальше выполнения не будет. Соответственно, здесь мы написали функцию. Здесь мы можем написать много других функций. К примеру, мы напишем здесь какую-нибудь еще функцию. К примеру, захотим, чтобы там сумма. К примеру, мы пишем mySum. MySum. Такая функция будет принимать x и y. Пусть будет так. И возвращать нам ответ. То есть сумма x плюс y. Вот эта функция нам никаких данных не возвращает. Она сразу же возвращает на экран, печатает что-то. Word. Ну, Word. Только Word. А эта функция, она не будет нам ничего печатать, потому что нет оператора, который опечатал бы что-то на экран. Но эта функция нам будет возвращать данные. К примеру, если я вызову сейчас ту функцию здесь. Так, вот я ее вызову здесь. Там передам 20. Еще штуки, цифры. У нас ничего на экран не выведется. Видите? Только how world. Но если я напечатаю это, то у нас выведется сумма этих значений. Этой функции mySum. Вот видите, таким образом. Также, чтобы спасти, к примеру, объявление, дублирующее объявление функции, можно использовать следующую конструкцию. Так. FunctionExist. FunctionExist. Это такая специальная функция, которая проверяет, существует ли ранее заданная функция. Если она, к примеру, не существует, то у нас объявляется функция. К примеру, я делаю так и у нас ошибки нет. Если я вот эту функцию выведу просто, добавлю еще точно такую же функцию, то у нас впадает ошибка. Hello world. Потому что у нас функция уже существует. Так. Вот таким образом часто задаются скрипты, которые, ну, проверочные скрипты, чтобы проверить, существует ли или не существует ли функция. FunctionExist. И название функции передаем. Также функция может не иметь никаких параметров, допустим, передаваемых. К примеру, я хочу создать функцию, которая, блин, не знаю, печатает абсолютно все, что я создам. Любую фигню. Print. All. Вот таким образом. А сюда я просто пишу print и все. Создам print пока что пустой. И никаких значений не передаю сюда. Для того, чтобы взять аргументы из функции, я могу использовать, к примеру, такую. Так. Function. Так. Get. Так. Я что-то забыл. Function. Get. FunctionArgs. Что-то такое. Function. Function. Args. Так. Args. 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 Вот. Вот эта функция. Она так называется. Страна. Забываю, как называется она иногда. Function. Get. Args. Args. Вот. Таким образом. Что эта функция делает? Она возвращает нам массив всех переданных значений функции. Вот эта функция у нас будет такая, типа, имба, читерская функция. Будет печатать все. Сейчас я вам покажу, как она работает. Поэтому в ней нет никаких вообще параметров. Смотрите. Я сюда беру и пишу следующее. К примеру, пишу вот такой массив странный. Потом пишу сюда, к примеру, строку передаю такую любую. И пишу еще число. К примеру, 22 передаю. Вот видите, три параметра передал. Массив, строку и 24 передал. То есть они 22. И переобновляю страницу. И, как видите, у нас распечатался массив. 24, 12. И вот наш массивчик еще распечатался. Вот. Чтобы более наглядно было. Сейчас покажу. BR. Вот у нас распечатался массив, который я передал в printout. Это такая специальная функция, которая возвращает все элементы передали в функцию. Это тоже очень часто используется для количества. Там используется func get arc. Здесь у меня нет. Get нам вроде. Get или arc. Нет, arc она по позишену. Func нам. А, func нам arcs используется. Да, count. К примеру, я пишу следующее. Так. Печатаю. Так. Нет. Количество. Количество элементов. Потом печатаю нашу функцию. И печатаю. К примеру. Без разницы. Пусть будет. Все оберну еще в тег h1. h1. Таким образом. И закрываю все. Обновляю страничку. Количество элементов. Т. И все правильно. Я передал сюда три элемента через запятую. Таким образом можно закидывать и выводить любые элементы. Такая функция читерская, можно сказать, магическая. Итак, классы. К примеру, я хочу еще добавить, чтобы у нас был какой-нибудь класс. У классы тоже в PHP это такая довольно большая тема. К примеру, я создам файлик. Кликшу. Classes. Или My Classes. Пусть будет таким образом. My Classes. И добавлю сюда в начале строки. То есть в начале файлика. К примеру, require once. My Classes. Вот этот файлик добавлю. Сейчас они пустые. Сейчас здесь ничего не происходит. И здесь тоже ничего не происходит. Классы в PHP объявляют следующим образом. Берем, просто пишем класс. К примеру, путь будет класс Person. И дальше начинаем объявлять у него какие-то свойства. Свойства это как вот в массиве ассоциативном ключе. Вот тоже самое как бы свойство. К примеру, name. У нас будет public. Name. Равен. Пусть будет Person по умолчанию. Таким образом. Также у класса есть специальная функция. Она как бы магическая. Ну и называется магические. Ну и правда. Они как магические. Что они делают? Они выполняются в определенных условиях. Допустим. Вот у нас есть класс Person. Я создаю экземпляр. Какой-то, к примеру, маленький Person. New Person. Вот смотрите. Таким образом я как бы создаю, вызываю наш класс. И это уже становится как бы экземпляром класса нашего. Для того, чтобы распечатать Person, я его не могу просто так распечатать. Я могу такое свойство распечатать. Либо, ну, через эхо не могу распечатать. Name. К примеру. И обновляю страничку. Вот у нас, видите, распечатается здесь Person. Так, вот здесь я. К примеру, я сдублирую страничку. Дублировать вкладку и напишу MyClasses. К примеру, отдельно буду читать. Вот Person, видите. Это свойства класса прочитали. Классы вообще нужны для того, чтобы как бы изолировать наши скрипты. Разделить логику приложения на отдельные какие-то блоки. Это используется везде абсолютно. Ну, не везде, то есть абсолютно. Ну, во многих очень языках программирование используется. Это очень удобно. Вот, я просто вызываю attribute name. Дальше. К примеру, мы хотим, чтобы при создании Person мы могли ему передавать какое-то имя. К примеру, чтобы не Person был, а какой-то еще. К примеру, мы можем, конечно, задать таким образом name. К примеру, Dima будет. И таким образом у нас, если обновим страничку, будет Dima. Мы просто переназначили свойства name. Ну, к примеру, я хотел бы, чтобы изначально у меня сразу Person создавался с другим именем. Для этого воспользуюсь функцией construct. Так. Что я? Public Function. Забываю Function написать. Public Function construct. Это специальная функция, которая вызывается при создании класса. Если я ничего не буду сюда передавать, она вот такая изначально, ее можно писать, можно не писать. Сейчас будет все работать отлично. Если я сюда задам свойства name и потом попробую передать вот этому свойству name. Вот это name свойство. Так. Сюда пишем name. Который равняется этому name. This. Это, грубо говоря, ссылочка. Ссылка на экземпляр класса. Видите, у меня подсветилось то, что что-то не так. Если я обновлю страницу, у меня с ошибкой будет. Видите? Fatal error. Все, полный крах пришел моему скрипту. Потому что я задал переменную, которую нужно вызывать обязательно. К примеру, здесь я беру и передаю Диме. Я также могу сделать ее необязательной. Но для этого я, к примеру, должен задать какое-то свойство по умолчанию. К примеру, Person. Тогда у нас уже не будет падать. Смотрите, вот теперь я убрал имя. Ничего не падает, да? Все правильно. Ничего не падает. А теперь вот... И таким образом я как бы... Вот это... Имя вообще могу вот так вот закомментировать. И итог, по идее, все будет работать. Почему? Потому что если свойства нет в классе, оно создаст... Сразу же сгенерирует это свойство и создаст его. И оно будет как публичным станет. Сразу же. Вот такие как бы магические свойства есть в классах. И причем оно будет сразу с Person. Потому что я передал по умолчанию значение Person. К примеру, я верну это свойство. Дальше. Мы для вот этого name мы можем создать какие-то getter и setter. Тоже очень часто используются. К примеру, функции специально function set name. К примеру, вот таким образом. Сюда просто берем name и делаем то же самое. Вот здесь this name. А возвращать будем this name. И getter сделаем. Getter и setter это очень тоже популярная тема. Они тоже очень часто используются для каких-то значений. При OP они очень часто используются. И теперь я, к примеру, буду вызывать не через свойства, а через функцию. Это называется вообще методами. Это просто функции, которые внутри класса находятся. Из вне класса они никак не доступны. Доступны только вот к этому классу они доступны. Так, он ничего не возвращает. Так, нужно return поставить. Отлично. Все. Теперь у меня все опять работает так же, как работало. В PHP также есть такие методы, функции, как статические. Это такие функции, для которых необязательно создавать экземпляр класса. public static function они объявляются через добавление слова static. Вот так они объявляются. К примеру, я сделаю свой static get name. Вот таким образом сделаю. Потому что с одинаковым названием нельзя объявлять функции. И что мы можем делать? К примеру, пусть будет у меня возвращаться и term person. Вот таким образом. Как я могу к этой функции обратиться? Вот таким образом я к ней не могу обращаться. Это у меня вот таким. Нет, я таким тоже могу, конечно, обращаться. Но вообще статические свойства. Видите, вот у меня статические свойства. Таким образом, как бы к ним не обращаются. Потому что они возвращают какие-то значения, не привязанные к текущему классу. Крубо говоря, отсюда вот такая штука, такая операция у нас даст ошибку. Чтобы, к примеру, имя к статическим функциям возвращать, нужно использовать не просто имя, а какое-нибудь статическое имя. К примеру, public static name. Person, к примеру, вот таким образом. Ну, такие тоже нельзя задать. К примеру, мы зададим static name. Пусть будет такое у нас свойство. Static name. Static name. В принципе, вот статические вот эти вот все свойства, это вообще отдельная тема. Потому что, к примеру, PHP это тоже такая большая тема. Static, self, static. Это такая более проблемная, к примеру. Ну, я просто покажу для примера. Вот у нас возвращается статическое имя. Person. Причем я могу вот таким образом называть. Типа, как будто, как экземпляр у класса. Также я могу вот это вызывать вот таким образом. Сейчас я тут просто bf проставлю. Также я могу вызывать просто обращаясь к классу person. Таким образом. И у меня результат будет одинаковый. И тут person, и тут person. Вообще все одинаково будет. В принципе, статику ладно, я сейчас не буду трогать. Также в PHP есть наследование. Все, в принципе, как и в других классах, по примеру. К примеру, создам класс Dima. Для наследования используется класс. То есть, слово extends. И пишу название класса. Таким образом я наследуюсь от person. Наследование это, грубо говоря, собрать. Забрать все методы, свойства из другого класса. И добавить его в новый класс. С новым названием. А в этом классе, к примеру, что-то переписать. По умолчанию, к примеру. К примеру, перепишу-ка я здесь в своем новом классе. Конструктор. Public function напишу. Construct. Констракт. И просто сделаю следующим образом. Я вот все это, к примеру, без разницы скопирую. Просто зачем я писал. И напишу Dima. Все. К примеру, я здесь ничего не буду писать. Делаю как есть. А тут напишу пусть будет Dima. И создам new Dima. Вот таким образом. Создаю новый класс. Сейчас я вот для печати продемонстрирую. Сюда Dima. GetName. Вызываю. Все. У меня, видите, срабатывает. Person. 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 И Dima. Все отлично работает. Также я могу Dima вызвать вот этот GetStaticName. Отсюда. К примеру, от Dima. Потому что я как бы наследовался отсюда. Видите. Но у нас возвращается Person. Потому что он объявлен вот здесь статическим свойством. Я его не переписывал. Если я перепишу это свойство каким-то образом, то у меня как бы тоже оно перепишется. Соответственно, вот этот класс. Мы здесь создали эти классы. Если я перехожу на эту страничку, обновлю. Сейчас у меня выявится вот вся вот эта чепуха, которую я здесь написал. Вот эта вся чепуха. К примеру, я обновляю. Вот у меня выявилась вся вот эта чепуха. Таким образом, мы можем создать динамические круглые странички. К примеру, можем создать, к примеру, у нас есть список товаров. Вот, к примеру, на этой страничке я хочу вывести какой-то у меня список товаров. Условно. К примеру, создаю. У меня есть массив товаров. Создадим. Каким образом? Да просто возьмем массив. К примеру, name. Не знаю, что там. Какой товарный. Стол. Стол. Вот таким образом, к примеру. Конт. Диван. Диван. Стул. К примеру, стул. У меня, к примеру, двадцать. Сту двадцать два. Без разницы. Шестьдесят шесть. Нормально. И три стола. Я, к примеру, соберу карточку товара. Для этого я обращаюсь к форейчу. Буду проходить по массиву. Это уж у меня массив. Дальше беру key value. Ключ значение. И у меня здесь что является? У меня здесь глубокое значение. Это вот этот вот маленький массивчик. Дальше я пишу следующим образом. К примеру, для того, чтобы сразу PHP писать HTML код, мы можем закрыть нафиг HTML код весь. Вот таким образом закрываем. А потом открываем и пишем скобочку из HTML кода. А в этом промежутке, после закрытия и открытия тегов, мы можем писать любой HTML код, какой захотим. Вообще любой. К примеру, я напишу следующим образом. К примеру, напишу div. Если вы знакомы с HTML, вам ничего нового. Потом напишу, к примеру, p. Потом опять открою HTML. То есть PHP. Это сокращенная запись вывода. И напишу value. К примеру, name. Value name. Скопирую все это. И напишу count. А здесь напишу, к примеру, эхо список товаров. Просто хочу показать вам пример, как пишется все это примерно в настоящем коде. Условно. Вот у меня список товаров стол, диван, стул. Также, к примеру, если мы хотим картиночки, мы можем потом как бы ссылки создавать на это все и так далее. Вот таким образом все это пишется. Ну, вообще тут, чтобы перевод строки не было, другой текст будет, но это ладно. Не буду сейчас заморачиваться. Также, к примеру, мы могли использовать здесь список, грубо говоря, классов. Мы в этот массив можем, к примеру, взять какой-то класс создать. Вот мы, к примеру, захотели создать класс. Класс будет товар. Блин, не знаю. Good, вроде бы не так, не good. Без разницы. Товар пусть будет. Сейчас. Что-то это. Как это переводится? Переводчик. Товар. Буд вроде товар. А, продукт. Что у меня... Так, смотрите. У нас, к примеру, есть класс продукт. Мы создаем класс продукт. Напишу его с большой буквы. Продукт. И что у нас тут будет, к примеру? Констракт. Мы создаем public function construct. Констракт. Это у нас будут конструкторы для товара. И мы сюда будем передавать что? К примеру, название. count и price. Отлично. У нас есть название, count и price. И будем просто это все записывать. Так, name. Name. Потом. Кстати, в PHP 8, если кто-то как бы будет изучать, там есть более сокращенные уже записи для вот этого всего. И, к примеру, price. Отлично. Я вот создал name, count и price. К примеру, можем даже не создавать вот эти вот свойства, а можем создать. Ну ладно, не буду создавать. И, к примеру, я хочу здесь, чтобы у меня было не в таком виде, а, к примеру, в классах. Я могу даже использовать следующим образом. К примеру, беру этот массив весь и пишу сюда следующее. Вот вместо вот этого класса я буду, то есть вместо вот этой вот записи я могу записать следующим образом. К примеру, new product. Так, и пишу, что там название стол. Так, вот это просто копирую отсюда. Стол, к примеру, 3 и цена 600. Пусть будет таким образом. Это я привожу к OOP-виду, грубо говоря. Так, у меня неизвестный класс, но это без разницы. Я же класс тут объявил, а файлик у меня как бы привязан. Так, это не важно, значит. Хорошо. Потом я, к примеру, все три раза копирую. Просто здесь пишу другие значения. Тут, к примеру, столько будет. Пусть 22 будет. А тут 122. Сколько стул стоит? Не знаю. Пусть будет 3000. Я не покупаю стулья. Все. Таким образом я создал себе как бы список классов. То есть список массива. Массив со списком классов. И у меня появилось новое свойство. Так, здесь будет у меня ошибка сейчас. Потому что нету типов таких. Это как тип. То есть к массиву обращаюсь. У меня теперь не массив. У меня теперь это классы. Здесь у них есть свойство name. У этого есть свойство. Какое у нас? Count. И price. Так, price. И еще напишу следующим образом. Я создам вот так. Так. Здесь напишу так. И здесь так напишу для красоты. И теперь, как видите, у меня все вывелось. Это я использовал в стиле OP. Можно сказать так. Таком простом, таком, самым простейшем стиле OP. Я взял, создал кучу классов с заданными свойствами. И вернул их как бы на печать из массива в ее. Пробежался по ним, вернул их свойства. Такое вы тоже наверняка будете встречать. Только как условно работа с классами. Мне, в принципе, с классами работать в целом более-менее нравится. Так же у классов есть, как бы, еще специальные такие вещи в PHP. Очень. Это, в принципе, в PHP. В других языках я не знаю, где их встречается. Так. Ну, в JavaScript не встречается такого. В Python тоже точно такого не встречается. Это такая штука, как 3T. 3T. Хотя нет. Может быть в JavaScript, в Python точно не встречается. В JavaScript может встречается там просто их разновидностей. Много там TypeScript и так далее. Так. Смотрите. Trade. Что такое Trade? К примеру, MyTrade пусть будет. Без разницы. Trade – это такая специальная конструкция. Она не является классом, с помощью которой можно расширять класс. Сейчас я вам покажу, как это работает. К примеру, Trade будет у меня такой. Здесь мы пишем название метода. PublicFunction. объявляем метод и сдаем его как бы. Ну, функционал напишем. К примеру, GetMyProps. Пусть будет так. GetMyProps. Вот такой будет у меня Trade. К примеру, что он будет делать? Он будет брать цикл делать. Или, к примеру, будет делать не цикл. Без разницы. Он будет. Нет. Пусть PrintMyProps. Да. PrintMyProps. Он будет брать просто текущий класс. Текущий класс. И печатать его просто. А при печати принтера будут вводиться все свойства его. Но, правда, не прям все-все, а только те, которые публичные. Это что касается модификаторов доступа. К примеру, сейчас вам покажу. Объявлю-ка я здесь для теста PublicSвойства. PublicProb напишу. PublicProb. И будет такой же PublicProb. Без разницы. И теперь возьму этот Trade и расширю им наш класс. Для того, чтобы расширение это подразумевает то, что мы берем вот эту функцию, грубо говоря, и добавляем в этот класс. Мы можем ее вот так добавить. А можем ее добавить вот таким образом, используя Trade. UseTrade. Грубо говоря, мы отсюда копируем в этот класс эту функцию. И, к примеру, на каждой итерации... А, ладно, не буду на каждой итерации. Ну ладно, сделаю это. На каждой итерации я, к примеру, буду вводить вот эту функцию. GetMyProps. GetMyProps. My... Get... То есть PrintMyProps. А не GetMyProps. Вот, да. PrintMyProps. Отлично. Вот это даже можно убрать в записи, но не нужна нам. PrintMyProps. Что у нас произошло? Вот у нас PrintMyProps. Вот у нас вводится текущий объект. PublicProps. Его значение, название, значение. Короче, вводится список свойств из текущего класса. Видите, у нас вводятся как бы все свойства. Название, количество, прайс и вот PublicProps. Публичные все свойства. По умолчанию все свойства у нас публичные. Потом мы, к примеру, берем захотеть... Если мы вот это вот свойство объявим, к примеру, приватным, оно у нас отсюда здесь уже не будет показываться. Вот мы как бы... Видите, оно у нас больше не показывается. У нас только показывается только то, что оно типа приватное. А само значение этого свойства у нас теперь больше показываться не будет, если оно приватное. Вот таким образом, к примеру, PrintMyProx. Либо мы можем не таким образом как бы печатать свойства. Мы можем еще печатать через ForEach. Ну, как я показывал, ForEach. Мы можем, к примеру... Ну, кстати, для классов есть куча разных свойств. Это этих функций, к примеру, PropertyAccess. Это такая штука, в которой мы передаем название класса. К примеру, вот передаем класс или передадим вот таким образом. This... Так, сейчас скажу, static class. Вот таким образом можем передать класс и проверить свойства, к примеру, Name. К примеру... И возвращать там Pro либо False. К примеру, если вот эта штука выполняется у нас, мы печатаем Echo. PropAccess. Property. Вот таким образом мы напечатаем. К примеру, я для примера вот выведу. Мы проверяем, типа, есть ли в текущем классе Name. Static это, грубо говоря, такая ссылочка на текущий класс. Так, я буду использовать эту функцию. Вот, ForEachMyProps. Она напечаталась. Так, 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 ForEachMyProps. Так, она не сработала у нас. Так, если PropertyAccess. Так, правник Function. Так, так, так. Наверное, не совсем правильно ее вызвал. Так, свойства либо Sys. 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 Класс. Класс Access. Нет, ну ладно, я что-то тут запутался сам чуть-чуть. Короче, вот смотрите, если мы передадим вот что-то название класса вот этого текущего, мы вот таким образом... хотя что-то, блин, тоже не срабатывает. Но уже как-то странно. Видимо, как-то что-то не то написал сейчас. А! Я понял. Все правильно я писал. изначально. Я здесь не напечатал. Здесь я вот это убрал. Печать. Вот видите, ForEachMyProps. Эх, хотя нет, должно срабатывать. Ладно. К примеру, мы можем получить название класса следующим образом. Get. Класс. И, к примеру, передадим сюда объект. Сюда передадим название класса. И проверим его свойство name. Так как, видимо, свойство объявлено. Изначально не объявлено. Оно как бы не хочет. Вот видите, PropertyAccess. Все у нас правильно уводится. А вот name, он как бы типа не существует. Хотя у нас существует. Просто оно из того, что динамически создано. Если бы вот таким образом у нас было PropertyName, к примеру, и равен продукт, а мы его потом переопределяем, то оно у нас как бы существует. Соответственно, вы на это вот ругаетесь. Потому что изначально не существует name, а то он существует. Вот здесь, кстати, куча разных классов этих функций, которые желательно знать для работы с классами. Это GetClass, PropertyAccess, и так и другие. Соответственно, Trader, MRSH. Также есть еще интерфейсы к классам. Но это просто специально тоже такие конструкции, которые расширяют класс. В общем-то, таким образом, я показал вам в обычном стиле. Можно через массив печатать значения. Можно даже с использованием классов какой-то функционал делать. В общем-то, на этом сегодня все. Думаю, я успел рассказать вам все базовые, такие простые возможности PHP. Конечно, у PHP возможностей намного больше. Можно соединяться с базами данных, почти со всеми видами баз данных. Очереди есть. Потом подключение между серверами. Там, к примеру, SSH-туннели. Ставить это грубо, когда два сервера компьютера связываются. Просто я хотел вам рассказать вкратце все базовые возможности PHP. Надеюсь очень, что этот урок будет вам полезен. Поэтому, если был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь. Обязательно пишите комментарии, на какую тему хотели бы еще увидеть уроки. Я бы конкретно буду снимать по интересующим людям вам темам и дальше развивать канал. Спасибо за внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok